Сегодня в квартирах пострадавших от взрыва газа целый день кипит работа. Рабочие вставляют двери и стеклопакеты. Вкладывать собственные деньги по горельцам пока не пришлось. Мы сотрудники компании Ахордак, которая частично спонсирует здесь ремонт. Мы проводим сварочные работы. Вот уже почти закончили объем работ, которые нам заказали. Потом здесь, наверное, будут доделывать другие спонсоры. Но у жильцов других квартир дома тревоги не поубавилось. Газоснабжение в квартирах восстановлено. Им вновь придется включать газовые комфорки. Не только, чтобы приготовить пищу, но и для обогрева. Температура в квартирах сейчас не поднимается выше 16 градусов. Вот только одна батарея единственная. Поэтому люди включают, не выдерживают ни трубы. Там же трубками они не выдерживают день и ночь. Погори газ. Он же не выдерживает. Придется людям платить и за газ, и за свет, и за отопление. Впрочем, по словам сотрудников Акимата, в дом тепло подается в полном объеме. О проблемах с отоплением в этом подъезде они знают давно и уже не раз пытались ее решить. Было определено, что именно жителям вот этой вот квартиры и внизу расположенных квартир после отопительного зона было дано предписание о замене одного стояка. Потому что он нормально не работает. И согласно этому предписанию у них получается вот в этой квартире, однокомнатной квартире, в зале одна часть работает, один стояк подачи работает, а второй стояк не работал. Прийти к общему решению жильцы и сотрудники Акимата все-таки смогли. Жители подъезда пообещали стояк заменить в ближайшие дни. И возможно тогда потребление газа, а значит и риски его утечки, станут намного ниже. Даниар Худайбергенов, Бауржан Жусипов, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании Отрар.